привет дорогие друзья я снова вернулся как это ни странно пум-пурум-пум-пум-пум-пум цукрам окей это же цукрам да это цукрам и в цукраме по моему по моему больше делать нечего хотя хотя нет я ошибаюсь я еще как следует не изучил центр города этим мы и займемся торговец оружием что-то наверное может предложить отличные товары на любой вкус посмотреть товары у кстати пока не забыл я хотел бы поблагодарить своих подписчиков количество 40 штук юбилейный 40 подписчик спасибо тебе а тот 41 падла который отписался горит и в ваду нет я это шучу все конечно бы ерничаю но опять хотел какую-то гадость сказать но не буду чтобы не настраивать людей против себя то подписываются в смысле подписываются понимаете ли кроме стрел у тебя ничего и нету кстати я вот патроны коплю а зачем я их коплю затем чтобы потом их использовать в ружье ружья у меня нет может ружье купить за 14000 а у меня кстати есть платиновое ружье дровосека нифига себе 1622 ну-кася ну так-то нормально хотя вот у лука у лука у арбалета колющее больше 29 двуручная рубящие колющие дробящие а какая между ними разница если патроны то не различаются кованые кованые не все кованые очень интересно взять что ли пострелять так вот тут четыре набора по 20 штук да блин я может сейчас глупо сделаю но я куплю все таки этот этот ружье ой сколько я накопила кстати вот эти вот штучки я тоже использую так да есть какие-нибудь проклятый деревянный меч магический метеоритный щит есть такое слово метеоризмы но метеоритом она не имеет никакого отношения так ружье я взял ружье вот теперь я реальный гангста с пушкой так окей так и чё 40 46 нифига себе богатая горожанка нам нельзя разговаривать на улице незнакомыми мужчинами нам это кому богатым горожанкам я с этим спорить не буду если бы я был богатый горожанка я бы я бы по рынкам не шлялся целыми днями слушаю тебя брат как дела да так себе нас постоянно падают а это я уже слышал и чё надо сюда зайти наверно заходи стесняйся что ли ой кажется я не по адресу хотя может что-то она скажет ну-ка здравствуй молодой человек ох и тяжкая же женская доля что у тебя случилось то у меня трое детей куча долгов и совсем нет денег я не знаю что мне делать понятно ладно пока ты хоть предложил бы денег что ли а мы же все потратили на пушку ну извини ну хотя чё то осталось я думаю 600 монет было бы неплохим предложением для этой бедной женщины по имени зинам и банджума привет парень отвечая не задумываясь какого цвета красные кровяные шарики красного правильно ты прошел тест на сообразительность теперь я могу посвятить тебя в детали задания второй вариант ответа достоин лучших так традиции хорошего юмора красного так какого еще задания кто ты вообще такой я директор фирмы по охране караванов свет востока мое имя в мамблюд и банджума настоящее время все наши штатные сотрудники заняты поэтому я хотел предложить тебе небольшое расследование а так бы сразу и сказал ну что там за расследование слушай внимательно итак в последнее время участилишь нападение на караваны и нашей фирме все чаще и чаще приходится выплачивать страховку следует немедленно разобраться с этим потому что все ограбленные караваны принадлежали двум караванщикам это подозрительно наверняка они где-то прячут свой товар а нападение на свои караваны выдумывают если ты принесешь мне образец их якобы украденного товара то вина мошенников будет доказано сделаешь это для меня а что я конкретно должен сделать ну обычно в таких делах сначала надо расспросить всех свидетелей и подозреваемых а потом найти улики на входе в город есть несколько караванчиков поговори с ними примерно понял хорошо я сделаю это для тебя все таки все таки редкий подонок видите он согласился на просьбу чужого мужика на просьбу бедные женщины с тремя детьми ответил ну ладно пока он мне против не знаю как вам я готов сейчас прекратить играть настолько это все мерзко ну конечно я не прекращу потому что игра прикольная а Витя мерзкий это однозначно так караванщик у меня много дел у меня тоже много дел говорит второй караванщик ты вообще не караванщик иди нафиг погонщик каравана чего тебе брат ты не мог бы подробнее рассказать кто на вас как на вас нападают разбойники конечно в последний раз они напали на нас когда мы не отошли от города караванщиков и десяти минут их было всего десять пятнадцать человек мы храбро сражались с ними но они одолели нас и забрали весь наш товар я точно помню что на них не было ничего кроме желтых набедренных повязок ты уверен что все так и было конечно ну ладно пока так так это я расспросил его про старика который нам нужен так насколько я знаю этот трухлявый полубезумный старец который заперся в своей башне никакого и никого туда не пускает находится эта башня в джудхане я помогу тебе проникнуть к нему но придется занять мне 3168 монет а почему именно 3168 потому что именно на такую сумму местная торговая палата увеличила таможенный сбор на выходе из города нас же караванщиков никто об этом не предупредил теперь я сижу и думаю у кого бы занять денег кстати у меня есть для тебя небольшое предложение ты займешь мне 3168 монет а я дам тебе намек на могущественную организацию лидер которая сможет решить любую твою проблему ну как я дам тебе денег ну так даже не знаю ты уверен что это твоя организация поможет мне попасть в башню к шурбахалу конечно эти люди могут почти все не только это ну так как ну хорошо вот передать ему необходимую сумму теперь расскажи про своих могущественных друзей спасибо друг ты выручил меня и я выполню свое обещание он рисует у вас на карте небольшую точку смотри сюда здесь находится тайное жилище ассасинов это древний орден наемных убийц их власть очень велика но будь осторожен в общении с ними это все чем я могу тебе помочь всего тебе хорошего друг пока наболтались мы вдоволь с караванщиками направляемся абранта ну что выяснил не выяснил так хорошо еще караванщиков найти ну ка кагаванщик где кагаванщики только здесь что ли а нет еще там были кагаванщики у нас заемная контора нифига себе эй погоди о о что-то денег денег-то кот наплакал так что тут у нас два охранника и кто-то там будь здоров странник хочешь немного заработать нет не хочу я от природы очень ленив вот вот это про меня я бы так честно говоря и ответил но для интересной игры выберем другой вариант да что за работа работа самая простая ходить собираться должников деньги ну как возьмешься нет это не по моей специальности карма пострадает да и лень мне если честно так что можно было смело выбирать первый вариант так торговец броней что ты можешь предложить а я же тебя уже отоварился значит ничего ты мне не сможешь предложить так так ты знаешь что нибудь про тех двух караванщиков на которых в последнее время особенно часто нападают разбойники знаю ли я что нибудь про них да это самые отъявленные проходимцы в нашем городе все отлично видят как они раз за разом надувают охранников а вообще поговори с ибн шахабуддином он тут у нас ко всякой бочке затычка вот как спасибо а а вот и он для краткости я его буду называть мурат насыров потому что он похож привет у тебя проблемы я их решу мои проблемы не так то просто решить это тебе так кажется просто расскажи что тебе надо и я постараюсь тебе помочь ну хорошо всем известно что есть два торговца которые обманывают фирму по охране караванов с подставными ограблениями мне надо узнать где они складируют свой якобы разграбленный товар за определенную плату я смогу тебе помочь сколько отдашь после того как все получится только не забудь со мной потом расплатиться я надеюсь на твою порядочность ладно не волнуйся давай рассказывай что знаешь ну слушай эти караванщики как ты уже наверное понял действительно сами у себя воруют товар прячут его в горах а потом получают свою страховку товар же по слухам продается столичным винтежником чтобы узнать где находится их тайный склад тебе надо будет поговорить с их поставщиком аббасом ибн джамалем теперь иди я и так сказал тебе слишком много и не забудь со мной поделиться как все закончится да еще передавай мавлюда от меня привет всего тебе хорошего увидимся так аббас ибн джамаль аббас ибн джамаль он по моему здесь был а вот она негодяй негодяй это моя специальность да и он еще что хотел так ну что попробуем первый вариант ясм нет будем второй попробую у меня есть деловое предложение сколько ты возьмешь за выдачу местоположения склада с наворованным товаром так так кто же это меня выдал мустафа да это неважно ты так сколько-то возьмешь извини но слушай а может у тебя есть механические часы в противном случае я возьму с тебя тысячу монет за информацию все равно вы ничего не докажете вот деньги выкладывай все что знаешь хорошо давай сюда свою карту я отмечу на ней тайник он отмечает на карте точку это вот здесь благодарю пока он все хмыкает ну да так я сохранюсь здесь как он называется джуха я забыл как город называется поэтому пусть будет просто город Цукрама называется ну Цукрам так Цукрам тайный склад ну что поперли на тайный склад вот тера страженьки ну что попробуем прострелить им башку блин а вот ружья то на три хода не хватает это плохо это очень очень плохо ядрить колотить зато вот смотрите выхлоп какой ну в смысле урон ну эти какие то сука очень крепкие нормальный человек бы от а ну вот я хотел сказать нормальный человек свалился бы сразу от выстрела в упор странно вот первый выстрел получился аж 48 очков здоровье отнимал чё ты а дальше уже чё-то как-то слабее пошло не нравится мне пушка если честно ну может я к ней привыкну так тайник вот тут есть чем поживиться красная кожа какая-то нифига себе сказал я себе все я наворовал достаточно и почему наворовал я просто забрал ворованное я не помню быки они вообще как сильные да по моему они больше одного удара заход сделать не могут но я помню да что марвия как-то не дружелюбно да и я как это лошара с этим ружьем дурацким честно через не хочу я им пользую что-то меня в нем напрягает петли пилин да это сказка о том как Витя АК-47 с гробовиком на БК с золотой шерстью ходил серии наркоманские рассказы Витя АК-47 интересно какой разработчик придумал засунуть ружье в фэнтези игру еще бы лазерную пушку засунуть как волшебное приспособление ну что ж удачно отстрелялся опять похерил все зелья зелья у меня вообще не осталось практически а нет извините я не долистал просто золотое золотая шерсть БК упала чё с ними делать с этими шерстями я не помню есть так ну шо ж деловой центр пойдем вот туда я еще не заходил по моему так так что тут у нас ты выяснил где это место да вот кусок ткани оттуда да все это похоже на правду спасибо тебе за помощь без тебя бы мы не справились хоть тебе твоя зарплата 700 опыта так 1000 монет и все ты херил что ли ну что житель марви ну-ка житель марви раз приветствует тебя к нему завалился мужик чужой в доспехах и с ружьем а он говорит я рад тебя приветствовать мне кажется он лукавит он либо очень напуган либо он полудурок а может и то и другое я камень зачем-то нурия нурия это какой-то квестовый персонаж приветствую тебя незнакомец я чувствую что долг и труден был твой путь сюда ты ведь не из нашей страны почему я потомстый мормец меня зовут саид ох и морит же вика вау вика витя да я из златогорья ты честен со мной хочешь я попробую предсказать твою судьбу конечно хочу тогда слушай я вижу в твоем будущем смерть кровь но и величие твои поступки изменит этот мир а твое имя будет греметь по всей вселенной еще много веков если честно то я и сам догадывался что меня ждет именно такое будущее но пока да само мнение все в порядке правда мне как-то даже неудобно а ты уверена в своем предсказании да черт возьми ну ладно всего тебе хорошего да поговорили блин но она не просто так так в этой игре она еще должна пригодится так житель видняк хочется верить что больше мне в этом городе делать нечего поэтому попиздую ка я нафиг отсюда например в орден ассасинов прям удивительное явление никто не попался по дороге ой а че я здесь не распределил что ли ничего странно так инсар привет кто ты такой и какого черта тебе здесь надо мое имя Витя АК 47 хорошо Витя АК 47 но ты не ответил на вторую часть моего вопроса какого черта ты здесь делаешь я ищу здесь ассасинов считай что ты их нашел чего ты хотел мне необходимо попасть в башню к шурбахалу вы можете мне в этом помочь он внимательно на вас смотрит ты не похож на агента страж ладно поговори с агашером нашим главой скажи что инсар поверил тебе если ты сможешь вступить в наш орден то агашер выполнить любое твое желание но только одно когда он спросит тебя об этом желании скажи что хочешь смерти начальника столичной стражи кариба ибн шарифа на его теле найдут бумагу которая позволит тебе пройти в башню к шурбахалу спасибо еще увидимся так мне идти надо к агашеру имперский страшник что он тут делает агашер агашер ты наверное ошибся помещением уходи отсюда немедленно инсар сказал что верит мне я хотел бы попробовать пройти вступительное испытание хорошо может быть из тебя и выйдет ток теперь слушай внимательно твое первое испытание на верность ордену будет помазанной кровью стражники цукрама недавно напали на нас сейчас мы собираемся с силами а пока они выставили здесь подалеку двоих часов это может помешать нашей работе поскольку скоро туда придет заказчик который об этом не знает твое задание будет просто пролить кровь этих двоих ты понял ли я? с удовольствием тогда ты отправляешься немедленно окей вот стражники стали красненькими точками на карте значит пора им познакомиться с Валерой фу блин я знаю что это мой витон использовать шутки наркомана Павлика извините больше этого не повторится не отписывайтесь пожалуйста вот это чтобы это вот здесь вот 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 в в в в в в в в Поправляемся дальше получать задание к Ильясу. Зачем ты пришел ко мне? Мои люди сказали, что ты еще не выполнил свое первое задание. Все уже готово. Молодец. Мне доложили, что ты прекрасно справился. Теперь ты связан с Орденом Крови Убитых Таблу Жертв и достоин того, чтобы выполнить следующее задание. Не всегда кинжал и ятаган бывают эффективными. Теперь ты научишься действовать избытия тяжка и чужими руками. Ордену необходима смерть одного богатого и влиятельного человека. Напрямую ты его не достанешь, поэтому найди торговца по имени Халим, у которого повар этого человека закупает продукты. Я дам тебе специи, содержащие курары. Ты должен заставить Халима продать эти специи повару. Повара зовут Асан. Ни в коем случае не произноси имя Ордена. Ты все понял. Скажи, что такое курары? Это яд. Понятно. Хорошо, я сделаю все как надо. Тогда вот специи. Скоро все будет исполнено. Только не сказал город, в котором это все надо сделать. Ну-ка, может, у меня в записи отродилось. Ну-ка. Нет, ну, наверное, это... Наверное, это... Джулт Хан. Бычки. Дурацкое ружье никогда два раза подряд не попадает. Заметили, что у Буков нет головы у них? Рога растут прямо из тела. Ну надо же, два раза попал. Обалдеть. Дурацкое ружье никогда два раза подряд не попадает. Грея прям двойка. Ну давайте. Вот так. Ну вот. Ну, ладно. Ну, конечно, здесь есть уйд. Ох, ё, вот эта задница мне точно не нужна. Блин, я еще не сохранился, наверное. Ядрить, колотить. Как я не прав, а что не посмотрел сразу. Все, пиздец. Да ладно. Вот я ишак, а. Так, погодите, или я не ишак? А, нет, я не ишак, извините. Что-то я наговорил на себя немножко. Ну, жалко, потерял опыт за убитых бычков. Нет, не хочу, конечно, сражаться, они меня достали, потому что еще какая-нибудь баба попадется с крыльями. Подойдет, высосит всю кровь. Так, кого я ищу? Я ищу повара. Халима. Здравствуй, молодой человек. Тебе нужен отпорный товар, тогда ты пришел по адресу. У Халима все только самое лучшее. Есть один разговор, Халим. Слушаю тебя. Мне надо, чтобы, когда в следующий раз повар Асад пришел закупать у тебя продукты, ты продал ему баночку специй, которой я тебе сейчас дам. Что в этой баночке, кроме специи? Ничего, это просто специи и все. Я не верю тебе, но в любом случае я не соглашусь сделать это менее чем за 400 манин. У меня нет такой суммы. Как у меня нет такой суммы? Так. Сдурел, что ли? Так, я по поводу своего дела... Игра, что ли, тупита? Конечно, я собрал деньги. Хорошо, давай сюда свою баночку. Я все сделаю. Передать ему баночку с отравленными специями. Вот, осторожней с этим. Ну все, теперь мне надо идти. Пока. Пока. Уйти. Так. Я уговорил Халима подсунуть повару отравленные специи. Таким образом успешно выполнил задание Агашера. Ну, опять у нас рубрика «Время приключений» с Витей АК-47. Ооо. Это были хорошие два выстрела. Блин, это плохо. Сейчас они сгрудятся вокруг меня и забьют. Как дикого зверя. На, это, видимо, за дерево пошел отлить. Ой, ой, какие мы грозные, а? Какие мы грозные и какие мы неточные. На тебе за это. На тебе за это еще раз. Получи, фашист, гранаты. Патрончики как-то быстро кончаются, если честно. Постоянно у меня мигает нехватка. Господи, ты будешь попадать постоянно или нет? Что-то я тебя не вижу. Ну-ка, оп, оп, нет, не попал. А что у меня там по уровню, кстати? Ооо, мой гад был. Так, кстати, уровень-то уже не за горами. Это хорошо, это хорошо. Поздравляю, друг. Теперь ты один из нас. В знак принадлежности к ордену я дарю тебе меч Ассасина. Кроме того, по традиции, каждый член ордена имеет право на один бесплатный заказ. Так что ты можешь теперь этим воспользоваться. У тебя есть враги? Да, мне нужна смерть Кариба Ибн Шариф, начальника стражи Джултхана. Хорошо, твой заказ будет исполнен. И это не займет много времени. Можешь подождать прямо здесь. Все в порядке. Орден исполнил твою волю. И Кариб Ибн Шариф Нордриф. Вот эта бумага была найдена на его теле. Она даже почти не запачкалась. Возьми, она может тебе пригодиться. Спасибо, эта бумага именно то, что мне нужно. Теперь ты можешь идти. Но помни, что однажды тебя найдут и потребуют выполнить свой долг перед орденом. Хорошо, я понял. Отличный орден. Можно вступить в него. Выполнив не очень сложное задание, попросить что угодно, и потом идти дальше своей дорогой. Отличный клуб таких вольных ассасинов. Самих по себе. Блин. Так, что мы имеем? Тактику я хотел прокачать. Да, так я буду ее долго качать. К сожалению. Ну-ка. Ловкость. Внимание. Что, внимание у нас? Пусть будет ловкость. Так, пропуск к башне у меня есть. Можно отправиться в Джудхан повыполнять задание. Как у меня разодрали разбойники. Очень сильно. Или уж ладно поубивать вас на фиг. Нет. На третий удар все еще не хватает. Не ходи. Не ходи. Не ходи. Я забываю. Я hooked. Я занюх. Я забываю. Продолжение следует... 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 еще тут интересного есть у бочка черный металл черный металл может пригодиться а ты камень лежи где лежал так пригодится у нас ты не кликабелен ну и пошел в жопу тогда и кабельный юнос здесь был я здесь был я здесь был ладно пойдем старый город ваушки это не башня Шурбахава случайно стой предъяви пропуск вот пропуск он внимательно рассматривает пропуск и отпирает дверь в башню все в порядке ты можешь пройти А, это башня Шрубахала, нифига себе, я думал она где-то там дальше будет Ну ладно Ого, как ты сюда попал Впрочем, не важно Твоя внешность выдаёт злодогорцев Что меня весьма удивляет Давненько я не видел в этих краях злодогорцев Мда, что же это я Добро пожаловать в мою башню, отважный путешественник Чем Шурбахал может служить тебе? Меня прислал верховный жрец Котара, Светлоградского храма великих героев Нам нужна ваша помощь В Златогоре начались дурные перемены Люди стали злее, снизились урожаи На дорогах появились чудовища и разбойники Верховный жрец считает, что всё это похоже на ситуацию 300-летней давности Которая была перед появлением Драхшу и его тёмного воинства Что вы скажете мне на всё это? Мда, хоть мы и изолированы от Златогорья почти полностью Всё же некоторые вести доходят до нас Я слышал о той череде напастей, которые обрушились на вашу страну Мда, но вот ответь мне, молодой человек Много ли ты видел у вас в Златогорье храмов Посвящённых невеликим героям, чьи заслуги я отнюдь не приуменьшаю А светлым богам? Много ли людей у вас по-прежнему помнят Белобога, Велеса, Дождьбога? Ээээ, я точно не скажу Можешь не отвечать Я знаю, что нет А в былые времена люди вашей страны чтили светлых богов Они приносили им жертвы и слушались их слов как закона И моё мнение такое, что все ваши нюрядицы лишь от непочтительности людей к светлым богам Я думаю, если поговорить с ними, то ситуацию можно поправить А как можно с ними поговорить? Ну, в общем, принеси мне амулет небесного света, который лежит на горе Эльме Тогда я попытаюсь поговорить со светлыми богами Вот как Что ж, делать нечего, придётся идти за этим амулетом Вот и славно Как найдёшь его, сразу возвращайся ко мне Я думаю, мы что-нибудь придумаем Хорошо, я понял Ага, кровавый металл Это может пригодиться Так, о чём мне там нужно для лука Ой, не туда я жму Не туда я жму Алмазный лук Как же дарить в Мадрид? Таулиновый лук нужен Не понял Ааа Так, про алмазный лук мне понятно Ого-го Ого-го, нифига себе, я хочу этот фут Только требует 26 уровня, у меня всего лишь 21 И до следующего уровня ещё целая тысяча почти Так, с чего бы начать-то здесь Ну-ка, зайдём в закрытую дверь В имперской администрации Чё мне тут делать? Да нечего, наверное Пойду я отсюда О, вовец оружия Может, у тебя что-то есть Так, ребята, дайте пройти, а Ага, вот ты-то мне и нужен 19, 25, вот этого 16, 29 Берём Арбалет есть у тебя? Нет, нету тебе арбалета Есть патроны Так, вот это чё? Так, вот это чё? Куски таулина Чёрный металл Ну-ка Меч Браслет Кольцо Посох Всё Опять я почти без денег Но зато с луком Неплохим луком Ой, а чё с лук так мало? Стоило покупать ружьё за 14 тысяч? Сам себе удивляюсь порой я Торговец бронёй Понимаю, всё равно просто денег нет на броню А, я ж не продал всё своё барахлишко Ой, сколько у меня арбалетных стрел Вау Вау А я себя могу наковырять, кстати, на броню Кстати, говорят Так, 44, 25, 31 Нет, чё-то ни о чём как-то Поэтому мы сделаем вот так вот Во-во-во, вот это мне нужно Бронзовые слитки пригодятся Всё Ювелир Ювелир Может ювелиры есть какие-то? Изделия Нет, ничего Ну да, особо так делать нечего Я так помню Аль-Казиш О, знакомая рожа А, нет, тот был Ильяс Тебе не следует находиться рядом со мной Хорошо Школа боевых искусств Ну-ка Друг, чего ты хотел? Пожалуйста, говори тише в школе траур А что случилось? У нас несчастье Умер учитель Поговаривает, что это была нехорошая смерть Но наставник не хочет разговаривать на эту тему Наставник – это человек, который теперь за главного? Не совсем Уже избран новый учитель Хасан Но, если тебе надо решить какие-то дела, то лучше обращаться к наставнику Шарифу Понятно, спасибо за информацию Ой, а Шарифа-то убили? Нет, не убили, господи Я перепутал его с тем, с кого сняли пропуск для Шурбахала Приветствую тебя, юноша Ты хотел что-то обсудить? Я слышал у вас Траур Да, умер наш учитель Мы все скорбим Ими мои соболезнования Надеюсь, его смерть была легкой К сожалению, нет Он умер не от естественных причин Это был несчастный случай? Боюсь, я не могу обсуждать такие подробности с таким человеком, как ты По слухам, ты очень приличный юноша Я не собираюсь спутывать тебя в эту грязь Хорошо, пока Ну, так вот карма Не дала мне выполнить задание Ну, шо ж Нет, так нет Гора Эльм Нас отправили на гору Эльм А где эта гора Эльм? Дхз А вот, кстати, про гмуров он не сказал А вот в задании прочитал, что... Мне нужно отправиться в Даргош нет 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 да впрочем похуй я же сохранился но вырубила она меня лихо с одного удара мерзкая баба ой 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 это не есть хорошо ой жопа ой жопа как тут как то все печально я такого приема не ожидал ну вот другое дело так так куда идти-то шахтер шахтерский город поселение гмура ооо мне вот туда надо а вы грязные шахтеры копайтесь в своих шахтах так умный гмур человек зачем хлам пришла хла я просто путешествую здесь ладжебуль хмуха это я уже понял ладно пока гмур гмур да так что у меня там по опыту ничего не изменилось так зря я этот лук купил дурацкий надо ружье обратно ставить арбалет надо было продавать наверное в общем что то я не то в этой жизни делаю да ладно серию я закончу на этом уже час приближается всем спасибо за внимание до следующих встреч пока